Удаление волос на лице. Возможно ли удаление волос на лице навсегда? Это тоже возможно, но только в единственном случае, когда вы мужчина и у вас темные жесткие волосы. У всех остальных пациентов можно добиться только кратковременного или долговременного эффекта. Итак, какие же существуют методы удаления волос? Если вы удаляете волос на уровне стержня, эта процедура называется депиляцией. Это может быть просто отрезание ножницами, забревание или удаление депиляторным кремом, то есть химическая депиляция. Когда вы затрагиваете при удалении корень волоса, его волосяную луковицу, то это уже называется эпиляцией. Эпиляция может быть кратковременной. Например, восковая эпиляция, механическая пинцетом или сахарная. Какие плюсы депиляции? Это мгновенный эффект избавления от волос и отсутствие раздражения. Какие плюсы у механической эпиляции? Естественно, это более долговременный эффект. Какие минусы? В волосяном фолликуле, в котором находилась волосяная луковица, возникает воспаление, что сопровождается отеком. Из-за этого новый формирующийся волос может врастать в стенку волосяного фолликула и из-за этого возникает уже вторичное воспаление. Вросшие волосы тяжело удалить и плюс может быть временная пигментация. Итак, долговременная эпиляция. В чем заключается суть электроэпиляции? При этом методе волосковый электрод вводится в каждый волосяной фолликул, где нужно удалить волос, и подается электрический ток. Плюсами электроэпиляции является то, что можно удалить как волос толстый, так и пушковый, и как волос темный, так и светлый, рыжий, то есть любого цвета. Минусами электроэпиляции является то, что эта процедура очень длительная. Как правило, одна зона делится на несколько частей, потому что это занимает реально часы. Также минус – это болезненность. Очень часто требуется инфильтрационная анестезия, то есть обкалывается место удаления волос. Специалист, проводящий процедуру электроэпиляции, должен быть просто суперпрофессионалом в этом, потому что, чтобы удалить волос, необходимо попасть в волосяной фолликул под тем углом, под которым растет волос, то есть электрод должен совпасть с ростом стержня волоса, чтобы воткнуться именно в волосяную луковицу и разрушить ее электрическим током. Если электрод попадет куда-нибудь в стенку волосяного фолликула, то и заряд электрического тока будет достаточно большим, то образуется рубец, который будет просвечиваться через кожу, как белая точка. Естественно, это нежелательный эффект. И если косметолог будет часто допускать такие ошибки, конечно, пациентов своих он потеряет. Фотоэпиляция и лазерная эпиляция. Эти методы, как и электроэпиляция, относятся к долговременным. И даже у кого-то, вот как я сказала, у мужчин со светлой кожей и темными волосами, возможно удалить волосы навсегда. Суть методов лазерной фотоэпиляции состоит в том, что подается свет, и этот свет поглощается пигментом волоса меланином, за счет чего разрушается волосяная луковица, потому что она нагревается от этого света. Именно для пациента отличие фотоэпиляции от лазерной эпиляции будет в том, что насадка, как правило, больше, и она охлаждается. То есть это более комфортно для пациента, и процедура будет проходить быстрее. Лазерная эпиляция. Существует несколько типов лазеров для эпиляции. Самым любимым лазером для удаления волос у пациентов является александритовый, потому что свет этого лазера поглощается настолько сильно пигментом волоса меланином, что они взрываются на процедуре, и пациент уходит с процедуры с гладкой кожей. Конечно, немного пахнет жареным, но вау-эффект, то есть эффект удаления волос, он виден сразу. Вторым лазером для удаления волос является диодный лазер. Там уже не происходит удаление волос прямо на процедуре, они выпадут позже. Диодный лазер, так же как и александритовый, лучше всего удаляет темные волосы на светлой коже. Какие существуют минусы от применения данных лазеров? Чем меньше разница между цветом кожи и цветом волос, тем хуже удалятся волосы, и тем больше вероятность возникновения ожогов на коже. Третьим лазером для удаления волос является неодимовый лазер. Неодимовый лазер в значительно меньшей степени воздействует на меланин волоса, на пигмент самого волоса, а он воздействует на сосуды, питающие волосы, и на пигменты, содержащиеся в этих сосудах, на гемоглобин и оксигемоглобин. Поэтому нам тут не нужны очень темные волосы, мы можем удалить и светлые волосы этим методом. Но так как мы воздействуем глубоко, мы воздействуем на сосуды, и мы достаточно сильно должны их нагреть, эта процедура уже будет болезненна. Плюс кровообращение в волосе достаточно хорошо восстанавливается, поэтому, как правило, эффект от применения неодимового лазера не настолько длительный, как от александритового и диодного лазера. Итак, самыми эффективными для эпиляции являются александритовый лазер, где мы видим удаление волос сразу во время процедуры, и диодный лазер. После диодного лазера, так же как и после неодимового, волосы удаляются не сразу, а через 2 недели. На самом деле, видимый сразу эффект от применения александритового лазера, это удаленная часть стержня волоса, которая находится над кожей, та удаленная часть волоса, которая находится под кожей, стержня и луковица волоса, она так же выпадает через 2 недели, так же как и от применения других типов лазера. А теперь поговорим об удалении волос именно на лице. Какие тут существуют области? Наиболее популярные для удаления волос, особенно у женщин, это подбородок, верхняя губа и щеки. Максимальный эффект вы увидите именно в отношении темных жестких волос, то есть единичные волоски, которые возникают в норме после 30, а у кого-то и физиологически раньше на подбородке и верхней губе, и на щеках иногда, они удалятся достаточно хорошо и на более продолжительное время. У женщин волосы даже вот такие вот жесткие, темные, как правило, не удаляются навсегда, потому что существует, кроме того, что всегда организм пытается себя восстановить, и волосы у нас очень хорошо растут и восстанавливаются. Ещё есть поддержка именно гормональная, и всё равно через какое-то время волосы снова будут продолжать расти. Но, как правило, так как мы вызываем повреждения волоса за счёт термического разрушения волос, если вы периодически будете делать лазерную эпиляцию, он всё равно будет более безжизненный, более тонкий, и будет расти намного медленнее. Если вы пытаетесь удалить тёмные пушковые волосы, то есть не жёсткие, например, вот часто это бывают пациентки из Кавказа, эффект тоже будет, но он будет достаточно кратковременный. То есть пушковые волосы, они хорошо восстанавливаются. Причём и я, и многие мои коллеги заметили, что когда вы удаляете пушковые волосы на щеках, то после этого могут вырасти более длинные волосы в этих местах. Если вы хотите удалить жёсткие неокрашенные волосы, то есть седые, вот иногда бывают на подбородке тоже не пигментированные, а седые волоски, тут методом выбора является неодимовый лазер, потому что он воздействует именно на сосуд, то есть это единственный лазер, который может удалить седые волосы. И плюс зона обработки не такая большая, вам будет не так больно, то есть это реально. Если вы решили удалять пушковые светлые волосы на щеках, допустим, неодимовым лазером, это будет очень больно, и эффект будет непродолжительный. То есть стоит ли терпеть эту боль. Опять же, удаление пушковых волос в будущем может сделать их более длинными в области щёк. В области подбородка и верхней губы я такого не наблюдала. Перед лазерным удалением волос необходима некоторая подготовка. Если это александритовый или диодный лазер, волосы должны быть намного темнее, чем окружающая кожа, то есть не должно быть свежего загара, кожа не должна быть тёмной, иначе будут ожоги непременно. Какая ещё должна быть подготовка перед процедурой лазерного удаления волос? Волосы должны быть подстрижены или подбриты. Желательно, чтобы видно было хотя бы миллиметр-два стержня волоса, чтобы не тратились вспышки напрасно, а специалист обрабатывал именно те зоны, где есть волосы. Когда мы проводим удаление волос на лице, конечно, пациентам-мужчинам мы просим предварительно также подготовить волосы, то есть чтобы была хотя бы щетина. Длинные волосы не подходят для эпиляции. Если пациентка-женщина, на лице мы не просим её брить, естественно, волосы, но если волосы какие-то длинные на подбородке, желательно их тоже укоротить ножничками перед процедурой. Всё, что я сказала, для лазерной эпиляции подходит и в отношении фотоэпиляции, то есть кожа должна быть подготовлена, волосы должны быть укорочены, не должно быть загара. На лице лазерная и фотоэпиляция у женщин носят временный эффект. Как часто проводятся процедуры? На самом деле, чем ближе к лицу, тем чаще можно проводить процедуры, потому что там рост волос достаточно быстрый, цикл роста волос короткий. Чем дальше от лица, тем реже проводятся процедуры. Если, допустим, на лице мы можем и раз в две недели проводить процедуры во время курса удаления волос, то на ногах это может быть и раз в полтора месяца, раз в два месяца. Опять же, когда вы провели несколько процедур, вы видите, что волосы единичные. Вы можете приходить с такой периодичностью, как вам это удобно. Допустим, вы видите то, что волосы отрастают в основном там только через 2-3 месяца. Вот вы с такой периодичностью и приходите. Когда волосы могут полностью восстановиться после курса лазерной и фотоэпиляции? Это может быть через несколько месяцев, это может быть через несколько лет. Изменился гормональный статус, появились новые волоски, эффект может уменьшиться или полностью пропасть от курса эпиляции. И тогда вы приходите снова. Естественно, эпиляция это просто симптоматическое удаление волос. Если внезапно у вас начинают расти волосы в большом количестве, жесткие темные волосы, то есть по мужскому типу, если вдруг волосы начинают расти на средней линии груди и белой линии живота, появляются какие-то нарушения менструального цикла, появляются боли во время менструации, которых раньше никогда не наблюдалось. В этих случаях консультация гинеколога-эндокринолога, она оправдана, она необходима именно для вашего здоровья. И, возможно, после лечения вам не потребуется удаление волос, они все уйдут сами. На каких областях мы часто еще проводим эпиляцию на лице? Лазерную фотоэпиляцию. Это зона межбровья, зона под бровями и над бровями. Эта процедура очень востребована у мужчин. Вдоль линии роста волос, если хочется изменить ее, если волосы растут очень низко. И скуловые области у женщин тоже достаточно востребована эта процедура. Вот как я уже сказала, лучше всего удаляются александритовым и диодным лазером и системами фотоэпиляции, потому что тоже они направлены именно на пигмент меланин. Лучше всего ими удаляются темные жесткие волосы. Поэтому, где у нас темные жесткие волосы на бровях? Если мы попали на какую-то область бровей, есть риск, что мы удалим в этой области волосы очень надолго. То есть, может даже, что несколько лет, рост волос в этой области не восстановится. Поэтому, если вы уж хотите делать, то выбирайте лазерную эпиляцию, потому что фотоэпиляция, насадка всегда очень большая. То есть, это, как правило, от сантиметр на сантиметр до сантиметра на три. Вот такие стандартные. Или даже сантиметр на четыре сантиметра насадка. И очень большой риск попасть на бровь. Плюс еще в области глаз. Вы должны понимать, что в радужной оболочке глаза тоже есть меланин. Ни в коем случае нельзя попадать на глаза. Лазером или системой фотоэпиляции. Потому что, ну, это может быть очень сильный ожог глаза. Никому мало не покажется. То есть, обязательно должна быть защита глазного яблока. Это должны быть специальные очки. Не обычные очки для защиты от лазерного света, который вам специалист во время процедуры лазерной или фотоэпиляции надевает такие большие, зеленые или красного цвета они бывают. А именно очки для защиты глазного яблока. Они, как правило, овальные, белого цвета. Вот, потому что белый цвет не поглощает лазерный луч. Или, если нет таких очков, специалист вам на весь глаз наложит белые ватные диски. В этом случае ваши глаза будут защищены. И вы сможете избежать ожога радужной оболочки или сетчатки глаза, если, допустим, вы работаете неодимым лазером. Хотя неодимым лазером около глаз, ну, я вообще не понимаю, как можно работать. Это опасно. Поэтому лучше александритовый или диодный лазер, потому что маленький луч, а не фотоэпиляции. И плюс обязательно защита глаза белым ватным диском или белые ватные диски, а сверху специальные очки для защиты глазного яблока. Волосы вдоль линии роста волос, если они темные, они тоже хорошо удаляются с помощью лазерной или фотоэпиляции. В общем-то, это все основные моменты, которыми я хотела с вами сегодня поделиться. Если это видео вам было интересно, ставьте лайки, комментируйте, предлагайте новые темы для видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Увидимся. Пока-пока.